Скопление открыто в 1702 году немецким астрономом Готфридом Кирхом, когда он искал комету. Шарль Месье заметил это скопление как туманное пятнышко, не разрешив его на звезды в 1764 году. В ночь с 23 на 24 мая 1764 года я открыл красивую туманность созвездий Змеи. В ней нет ни одной звезды, оно круглое и хорошо видно в ясном небе, даже с обычным телескопом в один фут. А в 1791 году Уильям Гершель насчитал в нем до 200 отдельных звезд. С помощью семифутового рефлектора я наблюдал туманную звезду недалеко от пятой звезды в Змеи, открытую господином Месье в 1764 году. Оказалось, что это красивое скопление, где я насчитал около 200 звезд. В центре оно настолько плотное, что его невозможно разделить на звезды. М5 можно увидеть в бинокль или телескоп недалеко от звезды пятой Змеи. Скопление протянулось на 165 световых лет, считаясь одним из самых больших и старых в Млечном Пути. В нем более 100 тысяч звезд, которые находятся на расстоянии примерно в 24 с половиной тысячи световых лет от нас. 105 из этих звезд считаются переменными, причем 90 из них типа RR Лиры. Такие звезды, по которым астрономы могут определять расстояние до этих скоплений. Здесь же была обнаружена карликовая новая. Система из двух звезд, одна из которых стягивает материал с другой, периодически вспыхивает, повышая яркость всей пары в несколько раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА